Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. На работе сменилось руководство. Новая метла по-новому метет, как говорится. У меня возник спор по поводу рабочего графика с коллегой-мужчиной. Решать пришлось в кабинете руководителя, который тоже женщина сначала призвал к справедливости и контрабельцу, чтобы никому не было обидно, а спустя неделю встал на сторону моего коллеги, так как тот пригрозил своим увольнениям, если его не будет устраивать график. В дураках осталась я. Чувствую себя пригадкой. Руководитель не посчитал нужным даже поговорить со мной. Коллега всем видом демонстрирует победу. Более того, недавно узналось, что руководитель поручил ему ответственное задание. Не хвастаюсь, но всегда работаю по совести. И чувство попранной справедливости меня не отпускает, как работать на человека, который даже не старается делать вид, что сотрудники ему одинаково ценные. На работу хожу с неприятным чувством. Коллеги поддерживают меня, мол, коллектив женский, поэтому не наказательным мужчинам баблажки. Есть желание приступить к поискам новой работы. Но рубить плеща не хочется. И проглотить обиду тоже не могу. Что посоветуете? Я бы здесь вам не давал советов, потому что психологи этим не занимаются. Мы не занимаемся тем, что вам даем советы. Я бы сказал вам здесь о проблематике самооценки. Ну, Валшей. Это первое. Второе, я бы сказал об довольно-таки спорном интересе к работе у вас. То есть, есть ощущение, что не так интересна вам ваша работа, не так нравится вам условно то, что вы делаете. По-видимому, есть такое подозрение у меня, потому что если бы нравилось, то энергии бы на конфликты и споры такого типа у вас бы не возникало. Или возникало, но не задевало бы вас так сильно. и я бы хотел обратить ваше внимание еще на момент со справедливостью. То есть, вот это вот чувство попранной справедливости это по большому счету история про несоответствие реального мира и тому, что вы ждете. когда то, что вы ждете не обрадуется, вы чувствуете себя довольно-таки плохо. Почему? Потому что вас это задевает. Вот вы пишете «В дураках осталось я». Почему «В дураках»? В данном случае руководитель выбирает сотрудника наиболее ценного для него, для выполнения тех задач, которые перед ним находятся. И это, на мой взгляд, абсолютно нормально. Абсолютно нормально выбирать того, кто кажется более ценным. То, что вас задевает, связано исключительно с тем, что вы как-то вот в себе по-видимому не слишком уверены. то есть это связано с тем, что вы себя как-то не очень получается цените. Раз присутствует такая зависимость от восприятия вами, точнее, от восприятия вас другими людьми. Вот. по-чего я мог бы вам на данный момент сказать. Поэтому советов вот конкретно советов, я бы вам не давал, но рекомендовал бы поработать с проблемами, которые я озвучил, чтобы собственно говоря не страдать, ну может быть так сильно не страдать от того, что что-то не получается, так как вы этого хотите, так как вы ожидали и так далее, вот. Далее вы пишите о том, что работать значит с человеком, который вот по вашим словам даже не делает вид, что ему одинаково ценные все сотрудники, так вот хочется сказать, что не могут быть сотрудники одинаковые ценные, потому что все сотрудники разные, они разные, имеют разную ценность и это нормально. понимаете, да? Но, если вас это задевает, то это именно, именно проблематика вашего восприятия, в первую очередь, себя. вот. И с этим вам можно и нужно работать. вот. Как-то так. Такой ответ я мог бы вам предложить. на этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу, это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. психотерапии. Я вам хотел бы пожелать всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, в смысле помощь, пригодится. Всего самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok